Самара оказалась в топе городов-миллионников России по падению спроса на арендное жилье. Подтверждают это сразу два маркера – возросшее количество предложений и не спадающая цена ренты. Так, по данным Всероссийского аналитического агентства, больше всего в Самаре подешевели двухкомнатные квартиры с усредненных 19 400 рублей до 18 100. Однако тенденция не коснулась так называемых «однушек». Здесь колебания цены происходят в пределах 100 рублей в течение всего года. Так, в марте 2020 года снять однокомнатную квартиру в областной столице можно было за 14 100 рублей. В феврале этого года цена упала до 13 900. К марту ценник практически вернулся к показателям прошлого года и составил усредненные 14 000 рублей. На рынке присутствует достаточно большое количество предложений строящегося и недавно построенного жилья в сегменте эконом и ультраэконом. Это первейший конкурент арендного рынка. Первое, что бросается в глаза вот сейчас на начало 2021 года, это большое количество предложений. Большое для Самары. Больше, чем это было, допустим, на начало 2020 года. Неоднозначную кривую цены и спроса показывает и рынок коммерческой аренды. По производственным помещениям падение рынка на 10 процентов, по торговым помещениям рост на 10 процентов и по помещениям свободного назначения на 20 процентов. Если мы будем рассматривать стоимость аренды одного квадратного метра, то торговые площади – это порядка 270 рублей, коммерческие помещения – это в среднем мы берем где-то 717 рублей и помещение свободного назначения – 560. При этом о полном обвале рынка аренды в Самаре речь не идет. В случае с жилой недвижимостью ситуация прогнозируемая у стаканица к сентябрю, уточняют эксперты, с новым витком студенческого заезда. Коммерческая же недвижимость ждет стабилизации и ПИД-обстановки. Ольга Хомракулова, Максим Гусев, События.